ребят всем привет сегодня у меня на обзоре электрический ford focus очень много людей интересовалась данным автомобилем очень много людей выбирать между этим автомобилем и nissan лифт я сейчас попробуем рассказать все-таки что же лучше выбрать nissan лифт или ford focus забегая вперед скажу что об этом автомобиле у меня сложилось не совсем хорошее впечатление почему я сейчас попробую вам рассказать более подробно на самом деле на улице сегодня очень холодно и это очень хороший очень хорошее время для того чтобы реально оценить сколько ваш электромобиль будет проезжать то есть вернемся к заявленному пробегу этого автомобиля производитель утверждает что данный ford focus может проезжать порядка 160 на некоторых сайтах пишут даже 163 километров я думаю что очень концерт ford очень так приврал немножко в зимнее время этот результат и думаю вообще не достижим сейчас на улице вот показывает бортовой компьютер минус 5 градусов и автомобиль сегодня заряжался всю ночь от зарядки не домашней не от розетки от уличной зарядки компании авто enterprise значит сегодня с утра порядка 10 градусов минуса естественно машина заряжалась всю ночь вот она еще до сих пор не отключена зарядной станции принципе все заледенела машина еще подключена посмотрим сколько она набрала заряда в такую температуру было ночью тоже ниже даже 10 градусов минуса значит заряда у нее за ночь пар идет сейчас посмотрим она набрала 68 километров то есть вот принципе можно видеть на какой заряд можно рассчитывать зимой на автомобиле ford тем не менее вот я сегодня в течение дня ездил на нем и подзаряжал его кстати автомобиль об этом всегда напоминает когда на улице температура падает ниже нуля автомобиль сразу пишет здесь на табло о том что когда вы не используете автомобиль поставьте его на зарядку то есть видимо концерн ford знает проблемах зимнее время и все время напоминает чтобы не забывали его заряжать потому что пробег кадастрофически маленький сразу скажу о минусах данного автомобиля помимо того что не очень маленькая батарея компоновка батареи в данном автомобиле вообще находится сзади в багажнике то есть если мы сравнив данный автомобиль с ниссаном лифта это не очень хорошее решение как по мне для людей которые в принципе любят драйвовую езду данный автомобиль не будет давать таких классных результатов по управляемости как это делает тот же самый nissan ли но у этого автомобиля несмотря на то что не маленький пробег есть и свое преимущество это по-прежнему остается классический ford то есть он разительно отличается от nissan лифа своим качеством о том как здесь выполнены продуманы все элементы хотя есть тоже нарекания к некоторым моментам которые мне не понравились но есть варианты которые мне очень понравились я ими очень доволен у меня был опыт уже передвижение на машинах марки ford у меня был автомобиль ford focus ecoboost литровый на ручке вот в принципе те кто ездит на ford они уже привыкли к тому как здесь расположены ручки переключения передачи допустим ручник и прочие прочие элементы поворотники садясь в этот электрический ford вы в принципе не у вас не будет никакого дискомфорта потому что вам здесь все понятно вам здесь все знакомо и вы ко всему привыкли а стоит отдельно остановиться на том как выглядит багажник в этом автомобиле потому что для многих это решающий момент в этом ford в электрическом это большая проблема потому что производитель решил здесь поступить не так как пошли другие концертный будет концертный будь то nissan или тесла которые расположили свою батарейку на днище тем самым во первых сохранили полезное пространство в багажнике и тем самым улучшили стабилизацию машины на дороге то есть она лучше лежит лучше управляется ford пошел по-другому по своему пути он расположил тяжелый элемент самый тяжелый элемент в этой машине эта батарейка расположил ее сзади поэтому здесь у вас всегда будет вот такой вот вот такой вот гроб который находится в багажнике и никуда вы от него не денетесь вам придется возить его с собой то есть для тех в принципе кто ставите в багажнике газ наверное это привычная история но если вы берете электромобиль конечно хотелось бы чтобы полезного пространства было больше в ford это не так здесь мало что можно вообще положить в принципе здесь совсем немного места остается производитель заявляет что здесь 400 литров полезной площади но вы сами видите что здесь в принципе положить нечего можно положить две небольшие сумочки на этом все закончено ниже здесь есть полочка в которой располагается насос насос здесь вот сейчас нет его вынули насос и ключи здесь невозможно положить запаску вас и никогда не будет то есть скорее всего вам придется возить с собой либо какой-то баллончик которым вы будете экстренно накачивать это либо еще что-то ну здесь нет места даже для докатки поэтому если для вас так критично то в принципе это тоже может быть одним из минусов этого автомобиля это большая проблема даже проблема не то что вы не можете запаску сюда положить а проблем то что здесь просто мало места вы тупо не сможете возить здесь даже коляску если речь идет о людях которых есть дети то вы просто сюда и не сложите здесь в принципе мне не составляет никакого труда в сердце для большого человека конечно здесь могут быть какие-то нюансы может быть в коленях вот по высоте опять же я не показать мне удобно везде это тот со тот же самый ford в принципе который бензиновый здесь все так же качественно и классно здесь удобные сидения здесь классно и приятно сидеть но опять же из минусов если мы говорим о nissan и лифту у nissan и лифт в базе идет по умолчанию подогрев задних сидений которые здесь форде отсутствуют и это тоже большая такая большой такой минус как по мне очень не хватает по утрам подогрева когда вы садитесь в машину она абсолютно холодная с одной стороны хорошо что электрический автомобиль не надо греть вам по сути долго не надо находиться возле автомобиля плясать его расчищать и ждать пока нагреется двигатель можно сразу ехать вот но с другой стороны нету подогрева руля и пока нагреется салон тоже берет время в лифе это все гораздо продуманнее и все гораздо комфортнее на самом деле сейчас когда на улице минус 7 это очень нехватка этой опции очень остро ощущается здесь есть подогрев сидений в этой машине причем подогрев сидений сделан также интересно как у многих немцев он регулируется там от 0 до до 5 вы можете его уменьшать увеличивать вот но по моему мнению этого мало надо было греть всю машину я же все в принципе сделано очень классно добротно и очень круто и это этот автомобиль конкретно 2013 года и с 2013 года он уже оснащен всеми всеми плюшками которые вы можете получить только в автомобилях более новых и которые актуальны сейчас 2018 на дворе и которые актуальны в этом году то есть автомобиль оборудован всеми необходимыми современными интерфейсами по которым можно связать свой мобильный телефон с бортовым компьютером да с аудиосистема это и bluetooth это и два разъема юсб которые находятся здесь под локотники также в автомобиле есть дополнительно подключение тюльпанов то есть вы можете подключить сюда тюльпаны с видеосвязи и выводить видео на монитор то есть если речь идет о том что у вас есть допустим дети у вас есть любимый 9 я не знаю который вы захотите сюда подключить или еще что-то это возможно здесь сделать без дополнительных усилий машина напоминаю в максимальной комплектации в автомобиле в данном используется мультимедийная система которая разработана sony совместно с майкрософтом это система цинк я не совсем доволен ей потому что есть нарекания в первых споряжениях вашего мобильного телефона с этой системой потом когда вы привыкаете в принципе она не так сильно напрягает но пару дней я психовал потому что ту телефону не видел мультимедийную систему то мультимедийная система не хотелось не работать во фьюжи не все работает гораздо по-другому все гораздо круче там система сделана ближе к андроиду работает все без нареканий вплоть до того что можно подключать несколько мобильных телефонов здесь я этой функции не нашел но в принципе за пару дней привыкаешь и все не так страшно если говорить о динамике этого автомобиля в принципе машина сравнима с теми характеристиками которые выдают лифт при разгоне но этот автомобиль разгоняется до сотни где-то за 12 половиной секунд это проверено и опытным путем и написано на сайте лифт же делает немножко быстрее делает порядка 10 11 секунд но лифт заточен больше под такую по такой резкий разгон нажимаешь на педаль и прямо так начинает вот прям динамично разгоняться форки же это происходит все гораздо вальяжней опять же видимо это связано и с весом автомобиля потому что он больше чем у nissan лифт может быть связано с чем-то еще может быть с настройками педали акселератора потому что здесь все-таки батарея не такая емкая как в nissan и ну это видно и это чувствуется ощущается при езде по городу хотя вот если ездить на этом автомобиле спокойно если мы говорим о спокойной езде по городу вот такой вот скажем так по правилам дорожного движения то в принципе батарея не так быстро умирает даже в мороз минус 6 как сейчас вот она в принципе уходит плавно и более того иногда вы рекуперации можете себе километраж прибавлять что в лифе незаметно если в лифе допустим у вас батарея уходит только в разряд то здесь иногда ты обращаешь внимание вот чем медленнее ездишь тем рекуперация тебе больше добавляет километр машина явно предназначена исключительно только для городского цикла нигде больше на ней перемещаться не стоит за город я бы на ней вообще никуда не ездил и машина больше скорее всего рассчитана от передвижения из дома в офис с офиса в магазин с магазина в спортзал и опять домой то есть никуда в экстренных никаких экстренных поездок никаких сорвался поехал сейчас буду сейчас приеду заскочил за город очень опасно и очень стремно потому что машина реально разрядиться и все если говорить о времени зарядки данный автомобиль заряжается от обычной розетки порядка пяти шести часов скорее шести часов от обычной если мы говорим о зарядках уличных которые мощнее вот зарядки допустим компания автоинтерпрайс либо любые другие которые вы можете найти в свободном доступе на улицах вот такой зарядки машина заезжается довольно таки быстро заряжается около трех часов то есть это очень быстро но опять же это связано с размером батареи она быстро заряжается она быстро заряжается в принципе как бы это плюс но учитывая что вы проезжаете очень мало и постоянно ездить от зарядки до зарядки то в зимний период на этой машине передвигаться надо очень осторожно и очень размеренно знать куда вы едете и зачем кроме всего этого в принципе машина оставляет хорошее впечатление на трассе машинка с хорошей шумоизоляцией лучше чем у ниссан риф однозначно в принципе ехать по трассе на ней это удовольствие за исключением того что батарея здесь все равно маленькая и далеко вы не проедете буквально по трассе проедете 80 километров при температуре за бортом минус 5 как сейчас от активном ощущение машин оставляют приятные ощущениях нормально здесь нормальная отделка салона на это неуважено премиум класса здесь нет кожи но здесь такой приятный пластик который не не тарахтит нет решет то есть все в принципе сделано доброту все сделано красиво вот этот экранчик который здесь находится панн на эту схему то есть на него вложено нажимать и июзать его как здесь принос окásesser она так и кнопками которые ниже Кнопки ниже тоже все работают, кнопки на руле Единственное, что, конечно, не совсем эргономично сделан здесь руль Вот эти все ужасные кнопки, которые здесь размещены, они управляют только компьютером По сути, который бортовой находится здесь на приборной панели И этими кнопками вы можете выбирать только разные режимы, отображение информации О том, сколько осталось зарядки в автомобиле и прочее, прочее, прочее Управлять же музыкой, телефоном и всеми остальными вещами Форд предлагает нам вот с этих вот неудобных кнопок Которые, я не знаю, как сюда подсовывать руки Это реально очень неудобно Для того, чтобы здесь что-то переключить Это просто надо оторвать руку от руля И вот конкретно прям вот выбирать, куда надо нажимать, чтобы не промахнуться Не говоря уже о том, как запускать круиз-контроль, который находится еще ниже И голосовое управление, которое вообще непонятно, на кого рассчитано То есть это как лепестки переключения передачи Но это вообще неудобно, ребят Я не знаю, мне не нравится, однозначно Это неудобно и не по кайфу Машина отлично смотрится в темное время суток У нее просто шикарная оптика Задние фары очень красивые у нее Смотрятся очень классно Передние фары стоит отметить отдельно Ближний свет просто Вот вне всяких похвал у Форда Что у бензиновых, что у электро Вот все-таки очень удачно у них сделаны эти фары передние Передний свет фар просто вот не нарадуюсь Реально езжу, не нарадуюсь С Лифом не сравнить Гораздо лучше, чем у Лифа, гораздо интереснее Вот это, конечно, спорное решение Я бы не стал бы так размещать здесь зарядку Впереди, на переднем крыле Очень неудобно Неудобно, во-первых У Лифа гораздо удобнее размещено Потому что находится это в центре И очень удобно подъезжать к зарядным станциям И заряжаться, не надо думать, какой стороной парковаться Потому что не всегда удобно, когда у тебя с одной стороны находится этот порт Также, что хочется отметить в машине Это очень классное световое решение Которое они здесь придумали Вот эти лампочки, которые вмонтированы по всему салону Мало того, что они вмонтированы и очень классно смотрятся в темное время суток Реально очень красиво оно все светится Плюс это все дело меняется Одним нажатием кнопки вы можете выбирать любые цвета, которые вам по душе, под настроение И весь салон будет заливаться тем цветом, который вы хотите Это все дело меняется не только в дверях Также меняются здесь у вас подстаканники Очень классно Не сравнить с Ниссан Лиф, конечно Все это здесь выглядит гораздо интереснее Гораздо веселее Гораздо инновационнее Естественно, в автомобиле установлена кнопка старт-стоп Нету никакого ключа То есть все запускается с кнопки Единственное, что кнопка, конечно, это старт-стоп Расположена не совсем удачно Допустим, если вы сидите Просто нереально нажать ее Надо обязательно голову нагибать И привыкать к тому, что она находится за рулем Вот под таким примерно углом Под таким реально И нажать ее То есть не совсем это удобно Но в целом все работает И к этому привыкаешь Потом это дискомфорт особого не создает Клопки на руле, о них я уже говорил Это, конечно, заслуживает отдельного внимания Это очень на любителя, скажем так Они расположили вот эти органы управления Которые, в принципе, вы можете выбирать здесь Выводить всю необходимую информацию В разных вариациях То есть хотите отображаться заряд будет так Хотите будет кривой и далее, далее То есть есть варианты отображения Ускорения вашей рекуперации Все можно настраивать на любителя То, как человек любит, чтобы это было видно на консоли Если подводить итоги по данному автомобилю Я хочу сказать, что все-таки каждый для себя в этом автомобиле Найдет что-нибудь такое, что ему понравится Кто-то разочаруется, кто-то наоборот Для того, чтобы в полной мере оценить Все прелести данного автомобиля Вам необходимо данный автомобиль взять на тест-драйв Попробовать самим поездить Почувствовать динамику Может быть, это все не так критично будет для вас Как оказалось для меня с точки зрения пробега Может быть, для кого-то данный пробег зимой будет приемлемый В принципе, человек не будет ощущать дискомфорт Для того, чтобы в полной мере оценить все прелести данного автомобиля, вы можете взять его на тест-драйв в любом из салонов компании Автоинтерпрайз по всей Украине. Напомню, что во всех крупных городах они находятся и имеются в наличии, поэтому заказывайте, пробуйте, катайтесь.